Прокуратура Я, оказывается, агент ФСБ, который пытается делать переворот в стране Воры и коррупционеры, которые сидят в этом здании И воры и коррупционеры, которые сидят на Банковой Ничего лучшего не могли придумать, как объявить меня агентом ФСБ Более того, несколько дней тому назад Владимир Путин Который очень пространно говорил про меня на пресс-конференции Один к одному повторил версии президента Порошенко И версию Генеральной прокуратуры Украины Владимир Путин сказал, что я совершаю государственный переворот в Украине Что он такого не допустит в России Он сказал приблизительно, что это очень опасный председатель для России Если в Украине народ прогонит воровых коррупционеров Потому что, мы понимаем почему Потому что в России воровых коррупционеров не меньше И поэтому он всячески болеет Практически так вышло из его пресс-конференции За украинскую власть, чтобы они вовремя меня засудили Или отправили обратно в Грузию Как он выразился Поэтому мне кажется, что это в высшей мере странно Когда глава воюющей державы и на словах, и на деле действует в абсолютный унисон Жертвой агрессии и беднее с руководителем, который представляет жертву агрессии Мне кажется, что каким бы они отвлекающим манёром не занимались Я подал заявление в НАБУ Насчёт злачинного угруппования Я казаху пыла в Ладу в Украине Сюда входят люди с СБУ Генеральной прокуратуры И других властных органов Это впоследствии НАБУ В конце концов, в Украине будет расследовать это дело А не дело о моём сговоре с ФСБ Сейчас мы ждём следователя Потому что мы хотели бы висловить позицию официйной присутствии следователя Как я сказал Когда меня затримали Это был первый раз Это было абсолютно незаконно Потому что у них не было ухвали на арешт У них не было ухвали на обшук И поэтому, когда люди меня отбивали Люди делали законно А прокуроры и СБУшники делали абсолютно незаконно Это было выкрадание людей Второй раз, когда меня затримали У них уже были ухвали Поэтому я абсолютно спокойно Пошёл с ними до бедницы Третий раз Сюда я пришёл, потому что я буду виконывать Ну, сгідно с их повесткой С ухвали Всі вимоги закону Я совсем не поважаю украинских прокурорів Але я поважаю законы Украины Михаил, скажите, пожалуйста Вчерашние действия в Кемельском дворце Вы вывели людей, а потом дистанцировали Нет, я не выводил людей для захвата Дворца Мы туда пошли по дороге в Верховную Раду Мы объявили, что я предложил людям Готовы ли они действовать И выкрылась в символический пикет Верховной Раду Они сказали «Да» По дороге мы зашли в Дворец Как я и объявлял Потому что нам сказали До этого нам подошли жены депутатов Мы стали Они сказали И предложили обустроить там совместный штаб в двух комнатах И они сказали И депутаты наши подтвердили, что там можно арендовать эти комнаты Мы сказали По дорогам мы идём, делаем им штаб И идём дальше Как только я увидел там нацгвардию Как только я увидел ещё какие-то элементы В балаклавах То, что произошло вчера После очень многочисленного марша Очень многих людей Это была классическая провокация И классическая засада После позапрошлого марша Где я ещё был на субботе Они устроили засаду То есть провокацию у Ньюз Ван Мне кажется Совершение абсолютно не случайное Что после каждого многочисленного марша Они пытаются устроить провокацию 2 недели тому назад Это была атака на Ньюз Ван Как раз сразу после нашего марша И так же туда я поехал И так же туда была попытка меня заманить в провокацию Если вы хорошо вспомните, что было И точно так же Они знали, что мы придём В Желтневый дворец Там было пять шерек полиции Внутри уже Они выдумали версию Подсчитайте, что Герашника сказал Саакашири с боевиками Выдвигается Захватывает дворец Где проходит Ёлка для детей Извините, ещё раз повторяю Почему вы не задаёте вопрос Что у них была подготовлена версия Что там какие-то дети Мы приходим захватывать и устраивать Норд-Ост Чисто СБУшная, ФСБшная провокация И А эти провокации Они будут устраивать каждый раз Они так и устроены И ещё раз говорю Я беру ответственность за то, что я Не допустил насилия Я не допустил Никакого штурма Я чётко сказал Я не изменил позицию Моя позиция с самого начала Протестных акций С первого дня Это было чётко Они будут заманивать нас в Даня С самого первого дня Они кричали Что они возьмут Верховную Раду Они возьмут Банкову Извините Зачем нам было захватывать Шелотниевый дворец Таким же успехом Я мог захватить Я не знаю Какой-нибудь Там Гуси и лебеди Ресторан Или Хуторец Или там Пузату хату И оттуда объявлять импичмент Это ж абсурдная версия Тут речь шла о том, что Всё было официально И всё мы официально действовали Поэтому Провокации будут Украинский народ Не состоит из Точно Состоит из разумных людей Они прекрасно понимают О чём речь Они прекрасно понимают Что власть Которая Не способна Улучшить жизнь людей Которая Насквозь прогнила Которая Насквозь Замешана в коррупции Будет отвлекающий Банёвры делать Но это не означает Люди не должны Выходить на улицы Просто я скажу Что Мы должны выработать Ещё лучше Механизмы защиты От провокации И мы понимаем Мы должны знать С кем мы имеем дело Мы имеем дело Мы имеем дело С беспредельщиками Которым всё равно Они были бы очень рады Действительно Если бы в зале были дети Если бы там была ёлка Если бы там были бы Если бы все перепугались Если бы не дай бог Там были бы жертвы Для них это было Прекрасным Отвлекающим манёвром Для меня Любое насилие С моей точки зрения Полная Катастрофа Почему? Потому что Нам не нужно ничего Разбивать Когда нас будут миллионы А нас всё больше и больше Все двери для нас откроются И все окна для нас откроются Нам не нужно их разбивать И нам не нужно никуда Вламываться Для чего эти люди Два месяца в палатках Чтобы Если они хотели Куда-то вломаться Они в палатках Потому что Мы специально сказали Мы никуда Не заходим И ничего не забираем Вы не сказали заранее Что там дети? А кто сказал Что там будут дети? Вы сказали Что там Нет Откуда Нет Не я сказал Они сказали Я оказался полным враньём В том то и дело Что они подготовили версию Кто вам сказал Что там дети Там не было никаких детей Это их версия была Они сейчас сказали Да-да Приходите Без проблем У нас это самое Потом Когда мы пришли Сказали Пусть администрация выйдет И скажет Что там у них мероприятие Без проблем Мы идём дальше Администрация не вышла Вместо этого Нацгвардия сразу Суточка Вот и вся история была Это всё задокументировано Скажите Говорится об офисе аренде Вы могли после марша После митинга Или это надо было Нет Это была часть наших мероприятий Ещё раз говорю Вы что не понимаете Что это провокация была? Вы можете сто раз Мне задавать вопросы Это самое Очевидно было Когда они говорили Когда они врали весь чашу Какие-то боевики Идут захватывать Когда такого Никого наумерения не было Ни провозглашённого Ни два месяца Уже должны были доказывать Что мы ничего не захватываем Это раз Тем более Какой-то Октябрьский дворец Какого чёрта Нам было захватывать захватывать Можете сами проанализировать Это раз Второе Всё было очень просто Они сказали Что там ёлка Что было полным вранём Что там дети Потом они после этих всех мероприятий Сказали Что родители детей Написали заявку Что их взяли Это всё официальные представители Власти говорят Это не журналисты Родители детей написали заявку Что их детей захватили в заложники То есть они повторяют эту идею Норд-Оста всё время И там Беслана Они учатся У своих российских ФСБшных менторов Всё это было чистое враньё Вчера Весь день Они нон-стоп врали Для того Чтобы очинить наш протест Поэтому Конечно В дальнейшем И если вы видели Сколько людей со мной Там было Несколько сот человек Не несколько десятков тысяч Несколько сот человек Ещё раз повторяю Если мы шли У всей массы Это другая история Там чётко видно Несколько сот человек Почти все очень миролюбиво настроены И появились откуда Какие-то люди Которые не были На нашем марше Которые не участвуют В наших мероприятиях Которые Были частью Вот этой массовки Вместе с Засадой Которая там была Вот и вся история Михаил Николозович Вы раньше Отказывались приходить В СБУ В Генеральную прокуратуру Почему поменяли своё мнение Потому что раньше Не была ни разу Уручена официальная повестка Раньше Они занимались Обезьянничанием Они Когда они зашли ко мне домой Они сказали У нас Ухвала на обшук Оказалось Что у них была ухвала На проникновение В квартиру С целью Обнаружить Немедленное преступление Единственное преступление Они могли обнаружить У меня квартира Было то что я спал Это раз Второе Значит Они зашли То есть Они не могли обыскать Потому что То есть Там ничего Преступления не нашли То есть Обыск был с нарушением Потом У них не было Ухвалы на арест Вообще На затримание Они В последнюю секунду Выписались Нарушение всех правил Без присутствия адвоката Что является нарушением Украинского УПК Процессуального кодекса После чего Они Когда меня вывозили СБУ Сказало Мы тебя не задерживаем Мы тебя Затримаем Мы тебя Охраняем Они меня Охраняли Таким образом Заламывая руки И засовывая машину Поэтому Люди увидят Что они занимаются Полной ерундой Они Они Значит Меня Освободили от машины Люди действовали законно Депутаты Действовали законно А эти люди действовали незаконно Потом Когда Луценко меня возил в прокуратуру Опять таки Не было официально ухвала Я Предлагал Прийти Вручить мне эту официальную ухвалу Там где я был Они отказались это делать Вместо этого Заломилось Рано утром Много полицейских И они избили 12 человек С соседней палатки Из них У одного из них Выбили все зубы И после этого Вы мне говорите Что там был юридический процесс Что-то очень странная Форма вручения ухвалы В виде выбитых зубов Эти люди Вообще Очень отдалились от закона Украина Сейчас управляет Организованно Преступная группировка Которая Действует Методами Организованной Преступной группировки Вся эта прокуратура СБУ Вся эта просто мишура От того что они делают На самом деле Они давно уже не уважают Никаких законов Они давно уже Попрали все права И они хотели демонстрировать По отношению Ко мне Что если Саакашу Или можно вот так поступить Когда весь мир пишет Редакционная статья О ведущих Мировых изданиях То что можно делать С любым гражданином Который абсолютно защищен Поэтому вся эта демонстрация Вся это обезьяничание Вся эта свистопляска Было только с одной целью Запугивание остальных Я Поэтому я сам не запугался И призываю остальных Тоже не запугиваться Потому что чем больше Мы будем объединяться Против вот этих всех Но мирно и спокойно И не поддаваться На их провокации И по таких как было вчера Мы будем Мы тем быстрее Мы продвинемся К самим чайным цели Украине Еще раз хочу сказать И заявить Это моя твердая позиция Украине не нужен новый Майдан Я категорически против Новых Майданов в Украине Я категорически против Любого проявления Насилия и так далее Украине не нужны Майданы Но Украине нужна смена власти Смена власти Должна произойти Так как она происходит В Европе Так как она Произошла В Румынии Не при Чаушевску А сейчас Недавно Так как она Произошла В Бразилии Так как она Произошла В Южной Корее В других продвинутых странах Это не модель Майдана Майдан К сожалению уже Ничем хорошим В памяти людей Из-за того что Продолжение было плохое И люди которые пришли в результате Были не очень хорошими Майдан Ни с чем хорошим Для людей К сожалению уже не связано Хотя я считаю Что это героическая Украинская история Украине не нужен Майдан И мы Все Не делаем нового Майдана Мы призываем всех Не делать нового Майдана Не ассоциировать нас С историей Майдана Потому что история Майдана Это не наша история Наша история Это история европейской страны Цивилизованных Мирных протестов Не перерастающих Напряженность Истечки столкновений Вот то Что мы делаем Мы будем это продолжать Делать Чтобы Какими разводками Не занимался Это моя оптимурная позиция Я хочу что вы подумали Это дело они начали Десять дней тому назад Или двенадцать дней тому назад Они меня задержали Очень давно Уже Если бы у них было Срочное дело Настоящее О государственном Перевороте Подумайте об этом То почему они меня Ни разу не допросили И пытались Допрашивать Почему они Отложили допрос Первый допрос Который они даже сделали Через десять дней Вы подумайте сам Если кто-то Срочно хочет сделать Государственный переворот В воюющей стране И тем более Это делает С ФСБ Не вопрос Чести Органа прокуратуры Срочно этого человека Нейтрализовать С первого дня Его допрашивать И выведывать Важную Для спасения Украины информацию Но вопрос в другом Эти Люди Прекрасно знают Что у них Никакого дела нет Поэтому Они не спешат Ни с допросами Они не спешат Ни с процессуальными Действиями Они никуда не спешат Они знают Что они Они играют с нами Напёрстки Если у человека Есть уголовное дело Такого масштаба Такой опасности Где По-моему Я посчитал 16 раз Упоминается слово ФСБ России То ты не ждёшь Десять дней Перед тем Как совершить Первое процессуальное действие То есть Они мне говорят Мы тебя Мы тебя будем Выматывать Мы тебя будем Каждые 10 дней Таскать Мы тебя будем Через 4-5 дней Ходить на суд Мы тебя сделаем Закроем под домашний арест Мы тебя сделаем То-то-то Пока ты не успокоишься И вы должны все понять Почему вся система Борется С одним Отдельно взятым человеком У меня нет ни оружия У меня нет ни частных армий Как у них У меня нет ни денег У меня нет ничего Что их могу напугать Кроме одного Я говорю то, что есть Что они воры и жулики Всё Воры и жулики Беспредельщики Как только кто-то Про это говорит Они на это реагируют Можно ещё один вопрос Да У вас нет случайного фрешбека С событиями Которые проходили В мае 2011 года Когда люди Проходили на администрации Нет Нет Потому что Во-первых Было очень маленькое количество людей Во-вторых Это был человек Бурджонадзе Который был личным другом Путина Принимал Вместе с Путиным Вместе с Путиным Вместе с Путиным Вместе с Путиным Парад на Красной площади В центре Москвы Вы не видите разницу Между злейшим врагом Путина И его близким другом Если вы не видите разницу Это ваша проблема Тогда действительно Россия Россия устроила на провокацию И мы правильно отреагировали И тогда те люди хотели насилие И на насилие Мы ответили в силах Где вы видели что мы хотели насилие Где вы видели что Меня рядом стоящим с Путиным Помимо того что Когда я был президентом Я с ними постоянно спрашиваю Поэтому Это Любое такое сравнение От не отдалекого ума Те которые это делают Я знаю откуда выбрали И нет хороших Добрый день Добрый день У вас выкликают Для проведения СИЧИДи Пойдемте Будь ласка Сейчас мы сделаем заявление Я разумею Вы на СИЧИДи Вы будете проводить СИЧИДи Или нет Сейчас Сейчас мой адвокат Вам объяснит Вы показания будете на вас Сейчас мой адвокат Вам объяснит Ну я разумею У нас СИЧИДи проводится Не на поле В Генеральной прокуратуре А там В службовых кабинетах Это у вас такие жесты Успокойтесь Сейчас вам объяснит Руками не размахивайте Молодой человек Вы на меня голос не повышайте Хорошо? Не надо А что вы уже не делаете? Молодой человек Не надо кричать на меня Я до вас пришел Как службовая особа Не кричать на меня А я вам говорю Заткнитесь И послушайте мою адвокат Давай Шановный заслугласник Пан Говоричак Вы Вы вызвали нас на допынь Вы 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 Вот это ваша прокуратура Сегодня Они нас обвиняют Государственном перевороте Извините Государственный переворот В обычных государствах И сотрудничество ФСБ России И там Все дело То есть Все дело Сварганило И фабриковало СБУ Но поскольку Луценко хочет Выслужиться перед хозяином Он Взял это на себя Но Фабриковало дело И фальсифицировало дело Против меня Служба Безопасности Украины К сожалению Так называемая служба Безопасности На самом деле Служба Бориг Украины Потому что она Давно уже не служит безопасности Украины Поэтому Все очень просто Эти люди Луценко Пытается Взять на себя То Чисто по политическим мотивам Потому что Вообще Это не трудно понять Потому что Он по моему техникум Заканчивал максимум Какой-то радиотехнический Но точно Не имеет образования юриста И Не может не понимать Что Не может понимать Своих действий А советника Наверное у него нет Он точно знает Что Не Грицак должен Выслуживаться А он должен Выслужиться И выполнить задание Хозяина Но он этого дела Лично не фабриковал Это дело Фабриковалось В СБУ И обвинять в делах Которые касаются Государственной безопасности Украины Поэтому Все эти свистопляски С прокурорами Поэтому Все их Комарили Вы видите Что прошлый суд Если вы там были присутствующие Превратился не в суд надо мной А суд над прокуратурой Они выглядели Настолько жалко Настолько неубедительно Настолько неправильно Настолько они не знали Даже своих материалов Что просто Все Не только мы Все кто посмотрели Над ними издевались Сейчас он решил Тут помахать руками И там Ковчать в ней права Потому что начальник ему сказал Ты как выглядел Двойка тебе Иди сейчас покажи Саакашули класс Они на того напали Все очень просто Он сейчас вышел И размахивал руками Потому что На него смотрит В прямом эфире Человек в очках Я Я Я Я сегодня Еще раз говорю Если меня сегодня Вызовут СБУ На допрос Я пойду На допрос Однозначно А Давай А Юрий Луценко Возможность Зарабатывать Очки Перед хозяином И целовать ему руку За мой счет Я не Пусть он целует ему руку Сколько хочет При камерах Но не за мой счет Я Я Они Мне тоже Предлагали Поцеловать их руки Не вышло А сейчас они Он хочет этим методом Целовать ему руку И сказать Что я Саакашули засужу Я Саакашули заставлю Не заставят Они все Они все Еще раз Если вы посмотрите Хорошо суд Они выглядят И очень жалко У них нет этого дела Но СБУ Мы зовите меня СБУ Сегодня же пойду СБУ Без всяких проблем Они меня обменяют Государственной перевороте Пусть служба Барыг Украины это расследует И СБУ Служба Барыг Украины То есть на самом деле Когда-то она будет Службой безопасности опять Мы обязательно Дадим все необходимые показания А Комедии Порошенко Луксенко Когда они хотят просто Друг другу там Подсластить При всем том что У нас полное кумовство Жена Лидер фракции Муж Гимпрокурор Ум Президент Какое Это называется ОПГ Внутри ОПГ Все всех крестят На всех женятся Извините При чем тут я И при чем тут народ Украины И тут чего право и справедливость Поэтому мы будем делать все Как это будет Строго по закону Я заканчивал Киевский университет Факультет международного права Я выпускник украинской школы права Я уважаю украинских юристов Я уважаю украинские законы Я хорошо прочитал украинский ОПГ Он очень хорошо написан кстати Одно из лучших уголовных процессуальных кодексов в мире Я готов придерживаться каждой статьи Они постоянно нарушают эти статьи Но со мной это не пройдет Потому что в отношении других Они их запугивают И люди вынуждены идти за ними договариваться Со мной они на этот счет точно не договорятся Вот и вся история Поэтому мы им передали свой привет Я жду выкладка на допыть службы безопасности Украины Там я буду давать все необходимые показания Спасибо Спасибо